Артист Алексей Серебряков попытался сформулировать на медне, в чем же заключается российская национальная идея. Попробую процитировать. Так или иначе, ни знания, ни сообразительность, отметил Алексей, ни достоинства и ни предприимчивость не являются прерогативой нации. Наша национальная идея-то наглость и хамство. Ой, ребят, что за тем было? Коллеги Серебрякова по цеху тут же давай поливать человека грязью. Основное, во что тыкали, он вообще в Канаде уже несколько лет живет, негодяй. При этом многие из них сами одной ногой за бугром пребывают в каком-нибудь Голливуде, а то и обеими. Но человек же позволил себе не рабское высказывание, как не пнуть-то? Даже Дмитрий Песков свои пять копеек вставил, правда был сдержан, начинаем. А вообще, мне, знаете, даже интересно стало, в чем Серебряков не прав-то? Вот вам пара примеров с реакцией на слова этого человека со стороны его коллег. Итак, режиссер и депутат Госдумы Бортко, хороший артист и умный человек, это две разные вещи. Художник Сафронов, жаль, что такой серьезный актер уподобляется примитивной диване Диане Шурыгиной, а звезда Первого канала, актриса Мария Шукшина, и вовсе поведала СМИ какую-то бредовую историю, согласно которой Алексей однажды во время съемок в Англии избивал обслуживающий персонал. А хама на Мите, он там не кричал случаем голый, нет? О том, как ведут себя в таких случаях рядовые, наши соотечественники вообще молчу. Зайдите в Рунет, почитайте комментарии людей в тех же соцсетях по этому поводу. Да что далеко ходить? У меня на Ютуб-канале через часик после публикации данного видео в комменты зайдите, повосхищайтесь. Я думаю, процентов 30 минимум пакости будет, причем не негатива, а нет, а откровенной пакости. К тому же Серебряков ведь еще и усугубил свое положение, когда чуть позже о главном высказался. Так в чем он, повторюсь, неправ-то оказался? Почему вы им недовольны? Что вам больше всего не нравится? 2В. Вранье и воровство. Бесконечное. Которое в стране? Да. Вранье и воровство. Кстати о главном. А пропал кандидат номер один и нигде не знает, где он, что с ним. Поговаривали, что заболел, однако в Кремле и в центральных СМИ какое-то время врали, что это не так. Потом, впрочем, признались. Да, хворь с государем приключилась. Но что за хворь тщательно скрывается. Две недели уже, тем не менее, национального лидера с собаками ищут. Это действительно странно, потому что пик любой болезни продолжается 5, максимум 7 дней. А тут полмесяца прошло, да и не в районной поликлинике, подозреваю, Владимира Владимировича лечат. Что происходит? Избирательная кампания в завершающую стадию входит, а мы даже не в курсе, нормально ли все с фаворитом той гонки. К тому же, ну были ведь у нас уже такие примеры, когда главы государства руководили страной с больничной койки. Как-то не хочется повторения. Но это так, мысли вслух, а это реальная журналистика. Праздничный выпуск. Начинаем. Еще немного о выборах сказать хочется и о хамстве, которое мы наблюдаем во время текущей кампании. Причем не только со стороны власти и пропаганды. В Екатеринбург вас приглашаю, где произошла вот какая оказия. Там на согласованную и официальную встречу официального кандидата в президенты с избирателями не пускали людей. То есть пришел народ пообщаться со своим кандидатом в разгар избирательной гонки. Обратите внимание, они просто по случаю первой среды месяца, а их не пустили. Ну вот это кино. А парадокс-то ситуации знаете в чем заключается? А дело в том, что Екатеринбург это у нас сегодня такой оплот демократии. Городом руководит самый что ни на есть оппозиционный оппозиционер, один из выдающихся ратовальщиков за справедливость и права человека Евгений Ройзман. А директором театра эстрады, где данная неприятность имела место, является друг Евгения Вадимовича, тоже ярый оппозиционер, шансонья Александр Новиков. И вот накость тебе. Нет, я даже догадываюсь, что сторонники Ройзмана вывалят в комментарии что-то вроде «Да там просто места на всех не хватило, вы все врете». Я отвечу, какого места вы о чем? Что, концерт Мадонны что ли? Это первое и второе. А давайте посмотрим на произошедшее под другим углом. Представьте, если бы данное мероприятие было съездом, скажем, партии, туда тоже не пустили бы людей. Ой, я даже боюсь себе представить, как оппозиционные товарищи и их сторонники надрываться бы начали. А если серьезно, вот, ну, надоели уже эти двойные стандарты, продолжаем. Ну и давайте к проблемам простых смертных. Минфин России предложил повысить налог на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов. Что-то мало, мне кажется. До 26 же собирались, а лучше вообще до 126. Ну, чтобы люди уже совсем не мучились, а сразу по собственному желанию, либо в петлю, либо в окно. Но, правда, пока идея эта продолжает оставаться только идея про увеличение НДФЛ сейчас. А вот косвенные налоги, такие как, например, НДС, налог на добавленную стоимость, очень даже могут приподнять. Ну, в ближайшее время это вряд ли случится. А вот в обозримом будущем, когда они там решат, что экономика страны начала расти, запросто. Впрочем, учитывая, что живем мы в стране отчетов, прости она может начать уже после 18 марта. Какой-нибудь ПЦО Морости доложит. Киселев. Мэры и губернаторы бумажки нужные напишут. Наверх оттараканят. Рост НДС приведет к тому, что более 20 миллионов наших граждан, которые уже сейчас существуют на доходы ниже прожиточного минимума, окончательно обнищают и увязнут в бездне социального патернализма. Очевидный для нас факт провала, проводимый к админам и ЦБ социально-экономической и финансовой политики, сегодня признал и господин Кудрин. В этот момент, когда рост экономики не стал устойчивым, этого не надо делать. Это надо делать, когда экономика будет более уверенно расти. То есть к этому можно будет вернуться впоследствии. Вы знаете, я даже не сомневаюсь, что могу оказаться прав. К тому же, мы ведь уже были свидетелями появления всяких абсурдных налогов, которые как черт из табакерки раз и появлялись. Платон тот же, кто нас спрашивал, ввели и все. И платим мы в итоге дорожный налог уже трижды, причем теперь точно все, даже дети и немощные. Но тем, кто не понимает, объясню на пальцах. Перевозчики этот платон не из своего кармана оплачивать стали, заложили убыток в стоимость товаров народного потребления и радуйтесь. Сейчас вот еще один повод улыбнуться возник. За сарай, теплицы, бани и туалеты на приусадебных участках налоги собирать начнут. Ага, и нас опять никто не спросит. А что, за, простите, сортир надо отдельно платить? Да, господа. Если это отдельное строение на вашем земельном участке, в товариществе садоводов или огородов, или вы самостоятельно ведете, вы обязаны по логике Минфина и по тем законам, которые сейчас у нас действуют в части имущественного налога, зарегистрировать самостоятельно данный объект в Федеральной налоговой службе и платить ежегодно имущественный налог. Отдельно налог за землю, земельный налог, отдельно имущественный налог. Слушайте, а мне идея чинуш прям нравится, они молодцы. Сперва сделали так, чтобы треть страны, как в 90-е, начала жить натуральным хозяйством, а у нас ведь действительно сегодня многие могут себе позволить поесть тех же витаминов, вроде огурцов, помидор, один раз в году. Но я сейчас про те витамины, что люди сами в теплицах выращивают. В магазинах-то на них цены неподъемные. Но народу намекнули, мол, нечего барствовать, переходите на картошку или беду, хотя тоже, думается мне, все это ненадолго. Вдруг и на картошке выживать научатся? Ну тогда можно будет грядки, например, налогами обложить, кусты деревья на участках пересчитать и тоже за них взимать плату, а брок ввести как вариант. Господа, вы все еще думаете, что хамство это не национальная российская идея? Ну а почему мне нравятся поступки чинуш, честно? Так пока вы плохо живете, я без работы не останусь, поэтому не забудьте проголосовать за стабильность в марте как-то так. И это была реальная журналистика, грустно, а что делать? На моей страничке в ютубе грустного не меньше. Заходите, наслаждайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсетях тоже вас жду, там тоже интересно. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим. И поздравляю всех мужчин, которые прошли службу в вооруженных силах с Днем Защитника Отечества. Мой вам респект и уважение. Все, за всем спешу откланяться. Пока, пока. Я вообще в шоке над бабами. Ну как можно быть такими хитрожопами, а? Ну 8 марта, шубу мне подари, айфошу мне подари, а лучше два. Золото мне вон все руки обвесь, цепями меня этими золотыми обмотай вот так. И на меня эти деньги все высыпай вот так, чтоб летело все. Что я мало сказала, еще сто одну розу мне принеси, чтоб я проснулась, увидела цветочек, встала, наступила цветочек, вышла, везде цветочки, повсюду цветочки. И все, 8 марта, мой праздник же, дари меня, все обдари. Зато на 23 февраля. Не, ну вы видели, они уже из носок научились букеты заворачивать, лишь бы ни хера не дарить и не заморачивать. Да, и с трусами та же история. Не, ну реально складывается впечатление, будто ваш мужик ездит на работу не на машине, а на жопе. И ходит без обуви, раз вы ему столько вот этой вот всякой херни дарите. Носочек она сидит, заворачивает. Ты попробуй-ка, билетик ему в Бразилию на футбольчик-то подари, а? Слабо? Носочки она сидит, заворачивает. Хитрожопая. Твою мать, что за неравноправие-то, а? Да дарите вы нормальные подарки мужикам-то, ну в конце концов-то, а? Как они тут заворачиваются-то? Как вы говорили-то, а?